надеюсь что она началась и так значит сегодня мы с вами будем говорить о различных национальностях нациях этносах которые своего государства по тем или иным причинам не имеют либо же так сказать у них с этим есть какие-то некоторые вопросы ну и попутно я залез немножко в огород михайлова дмитрия алексеевича по поводу и немножко скажу вам там про этнические мифы мы пара них немножко поговорим и так компьютер не слишком быстро работает захват экрана и ключи значит самая пожалуй звучащая сейчас у нас этническая группа которая действительно не имеет своей государности появилась у меня этот захват экрана появился доведем это курды курды которые собственно говоря проживают я думаю для вас это не секрет на территории нескольких государств они кстати есть и на территории российской федерации правда на территории российской федерации вы должны иметь ввиду что значительная их часть имеет армянские фамилии так исторически повелось дело в том что и армянский и курский язык принадлежат к иранским языкам вот поэтому собственно говоря курды ну вот можете пока рассмотреть расселение курдов ну по крайней мере страны с наибольшим количеством значит ну и многие курды имеют повторюсь у нас армянские фамилии потом еще с вами затронем такой достаточно хитрый вопрос о том являются ли курдами еще одна этническая группа такая это на религиозная как езиды езиды собственно говоря и сами езиды и различные труды литературы но мне привычнее их писать езиды через и краткую но как видите вот мне привычнее вот так писать но как видите вот в википедии езиды просто повторюсь в разные варианты имеют место значит езиды вот видите тоже их численность они собственно говоря фактически могут быть могут считаться группой в составе курдов но в справедливости ради скажу что не в некоторых случаях их воспринимают как отдельную эту смы и я говорю что мне удовольствием в ходе работы даже в силу ранг и гс общаться с езидами и езиды многие по крайней мере считают что они не курды что езиды это езиды мы с вами доберемся до того кто из такие я вам собственно привел этот пример скорее с тем чтобы показать численность демографии то есть число езидов где-то доводится до миллиона вот а число курдов в целом на самом деле оценивается по-разному до 45 миллионов на самом деле есть и оценки самих курдов в особенно таких в общем националистически настроенных что это цифра еще больше тут опять же видите в чуках считать если мы считаем что это не в если мы считаем лиц которые имеют какое-то курдское происхождение но не обязательно считают себя прям таки курдами то цифра понятно будет больше вот а кто-то соответственно будет будет оценивать только тех кто себя таковыми считает в общем любой подсчет он здесь не некоторые моменты сразу хочется сказать что существует некая область курдистан но государства курдистан не существует опять же по поводу демографии считаемые езидов курдами или не считаем тоже вопрос значит курдистан обычно определяется как регион по сути на ссылке границ турции ирана и рака ну и в некоторой степени возможно армении да там армении азербайджана ну азербайджан имеется ввиду на хичеванской области кто из вас дорогие международники плохо разбирается в географии имейте ввиду что вот здесь есть эксклав азербайджана на хичевань и по крайней мере территория курдистана к нему примыкает вот эксклав отделенной территории армении вот примерно так выглядит территория курдистана в силу того что жизнь курдов была не так проста и борьба за самоопределение тоже поэтому в общем сказать что их какой-то что называется что их массовый исход с этой территории это страшно удивительное нечто так говорить не приходится то есть фактически мы должны понять что в общем многие курды действительно многие они покинули эту территорию поэтому как я уже показывал раньше немалое количество проживает на территории европы но в общем в той же германии это где-то почти до миллиона вот то есть многие из них уезжают так или иначе в одном ли в одном лишь из данных государств курды имеют если ну естественно не государство но некая подобие автономии по крайней мере я говорю с вами об иракском курдистане после того как крылатая демократия свергла саддама я здесь не буду оценивать там насколько он хорош или нехорош но фактически на территории иракского курдистана существует курдский автономный район курдский автономный район который в общем действительно имеет широкую автономию составе курдистана а вот там на самом деле была весьма сложная история его формирования и так далее но на самом деле все таки фактически курды могут сейчас наслаждаться ну по крайней мере достаточно большим количеством различных привилегий вот и это в том числе выразилось в том что в во главе ирака стояли даже деятели иракского курдского простите происхождение наиболее яркий пример это вот этот замечательный человек ну замечательный не в смысле может быть каких-то особо моральных качеств хотя он в принципе был не хуже многих замечательный в смысле примечательный это джаляль усамадин талабани курд по происхождению который в течение почти десяти лет ну девяти с 2005 по 14 год был президентом ирака вот он является курдом мусульманином вот суннитом кстати вы наверное знаете что в ираке есть там определенные сложности между суннитами и шиитами шиитов едва ли не большинство но при саддаме огромное количество их ну собственно при при саддаме хусени главную роль прям такие сильно главную играли представители суннитов суннитской общины поскольку сам вот самый как его называют то господи саддам он был суннит но с течением времени после его свержения шииты получили определенные снова права имейте ввиду что против шиитов велась в том числе такая ну скажем не война конечно но по сути дела их по позиции пытались подъяснить дело в том что значительная часть шиитов она проживает на территории арабов да не курдов вполне вполне арабов она проживает на территории которая является фактически болотом вот этим вот болотом между речи тигра и ефрата шумерское болото так называемое да ну по названию древних шумеров так вот при саддаме эти болота шумерские начали ну бывшие шумерские начали активнейшим образом осушать и естественно что это привело там к проблеме к разрушению традиционного уклада и некоторым другим моментом которые естественно понравится вот этим вот представителям шиитского меньшинства не могли но постепенно с приходом в том числе пост уже саддамовской власти сложилась ситуация при которой все-таки экологический баланс в регионе начал останавливаться вот и мы можем говорить о том что все помаленьку становится на свои места вот чему наверное следует порадоваться только а значит ну вот среди шиитов собственно были представители разных этнических групп как и среди суннитов и вот одним из тех самых курдов суннитов был как раз талабани талабани к сожалению наверное в семнадцатом году покинул этот мир ну правда прожил довольно долгую жизнь и вот повторюсь стал шестым президентом Ирака курдом по национальности в свое время он был членом демократической партии курдистана это собственно достаточно мощная организация которая борется за права курдов ну и фактически в итоге курды получив своего президента по понятным причинам получили определенные права определенные возможности для создания своей автономии вот собственно курдский курдская автономия начала работать настолько что в некоторые периоды правления талабани как раз курды были курды были в общем имели имели широчайшие всячески возможности вот в этом районе во времена борьбы с саддамом по довольно я думаю прозаическим причинам можно понять почему курды активно поддерживали этих самых американцев их союзников ну потому что на самом деле довольно активно саддам хусейн с ними боролся в том числе ему ставили в вину как раз расправу над курдами с помощью отравляющих газов а вот понятное дело что как любая межэтническая борьба это не 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 было игрой в одни ворота сначала при саддаме арабы так сказать несколько обижали говоря мягко говоря курдское вот это вот население проводилась политика так называемой арабизации но с другой стороны после того как саддам был свергнут и партия баас иракская часть как вы наверное знаете баас правит не только в Ираке но и в Сирии но только это разные фактически мне уже партии смотря на общее название баас партия социалистического арабского возрождения вот когда-то развивавшаяся более-менее в одном ключе но ныне фактически в двух государствах она действует совершенно независимо друг от друга так вот иракский курдистан проявил себя в общем достаточно последовательным потом уже антиарабской силой ну то есть фактически по крайней мере нередко даже наверное не совсем поспорилило сейчас сказал но мысль такая что многие курды в общем начали начались столкновения с арабами которые как раз попали в этот регион в ходе арабизации вот значит в семнадцатом году в общем был прошел референдум о независимости иракского Кургистана он несколько раз откладывался вот и как вы видите итоги его такие довольно ну внушительные итоги вот то есть фактически поддержка этой инициативы была достаточно большая но мы помним что семнадцатый год это активная фаза гражданской войны против ну а гражданской войны на территории Ирака и Сирии в которой в том числе принимала участие очень неприятная организация ИГИЛ ну вот и поэтому фактически в Ираке это тоже проявилось и вот вы можете посмотреть на карту значит шииты как я вам уже сказал живут вот в этой вот болотистой местности ближе к персидскому заливу несколько более северо западнее живут в основном арабы сунниты курды мусульмане ну живут вот собственно на этой территории Курдистана ближе к сирийской границе есть довольно большой анклав этих самых езитов про которых я говорю на севере курдского региона живут айсоры или ассирийцы отдельный народ про которые чуть позже два слова наверное скажу ну и есть несколько очагов тюркских народов ну тут тех кого называют туркменами хотя они строго говоря не вполне идентичны тем туркменам которые живут в туркмении хотя родство между ними существует безусловно вас не должно удивлять что здесь вот как-то белым-бело имейте ввиду что это очень пустынный регион здесь фактически никого и нет вот ну понятно повторюсь что вот эти вот разборки которые начались в том числе с участием ИГИЛ они привели к тому что значительную роль начала играть так называемая пешмерга пешмерга нам нужно с вами два слова сказать что это такое пешмерга это группировка ну или военная сила военизированное формирование курдов численность ну по крайней мере вот мы с вами у нас с вами лекции такие общеобразовательные поэтому я буду опираться на Википедию пусть будет так численность у нее довольно внушительная то есть около двухсот тысяч человек но это в общем армия такого вполне среднего государства вот и и в итоге пешмерга вооруженные весьма различные надо сказать поскольку все таки в значительной степени это все не на не вполне официальное формирование поэтому у них встречается и оружие советского производства или его аналоги производимые там в других странах Азии и Африки ну типа там различных клонов автомата Калашникова в то же время у них есть и оружие западное понятно потому что повторюсь курды довольно активно сотрудничали долгое время с американцами название пешмерга переводится достаточно героически что-то типа в общем глядящие на смерть или те кто смотрит смерти в лицо отважные ребята существует уже больше ста лет в разных вариантах ну вот собственно пешмерга является достаточно боеспособной военной силой которая может действовать и действует против радикальных исламских группировок ну тут можно по-разному оценивать так сказать у них и тяжелая техника время от времени ну то есть в последнее время появляется время от времени ими используется то есть это в общем достаточно серьезная группировка повторюсь вооружение у них различные вы видите американскую штурмовую винтовку в руках одного бойца а другие бойцы вполне себе привычно ну по крайней мере один из них разбирает автомат калашникова да очевидно что могут у них ну а в более ранний период использовались более архаичные виды вооружений поэтому фактически вооружение их достаточно разношерстно это еще потому что в ходе вот этой затянувшихся этих воин впоследствии арабской весны фактически многие предметы вооружения как тяжелой техники так и стрелкового оружия они переходят из рук в руки то есть допустим какие-нибудь ваххабиты захватывают этих самых у американцев или так сказать чаще даже не столько у американцев сколько у проамериканских сил потом проамериканские потом так сказать пешмерга в ходе лихих налетов отнимают это все у вот этих вот тех кого называют террористами да ну короче говоря очень это все сложно поэтому и некоторое через полосица что называется вооружение она тоже прослеживается вот значит повторюсь значит вот в этой обстановке происходит референдум о независимости Курдистана как вы видите везде просто таки цифры зашкаливают близки предельно к ста процентам вот в итоге получилось следующее большинство как я уже сказал сказали да иран и турция оказались весьма обеспокоены этим самым поскольку на их территории тоже есть курды иракское правительство естественно не признала данные данного подхода вот и в итоге начались переговоры это поскольку в принципе и центральная власть и власть в Курдистане они в общем-то ну скажем так в какой-то степени ориентируются на войска НАТО в итоге в общем до сих пор не все так просто вот хотя в общем курды в ряде случаев сдали позиции вот иракскому иракскому правительству вот допустим тогда действовал активно хайдер аля бади или аля бади по-разному делают ударение в общем все эти в общем повторюсь основной причиной было то что между вот этими вот двумя сторонами в принципе были противоречия но и те и другие поддерживались американцами ну и семнадцатый год мы должны понимать что это конечно год был тяжелый дело в том что мы с вами прекрасно помним какая ситуация была четыре года назад если кто этого не очень помнит то я немножко напомню дело в том что в как раз эти годы активно просто таки взрывными методами происходило захват территории ирака и чуть в меньшей степени сирии группировка и защищенные запрещенные простите запрещенные в российской федерации которая называется исламское государство исламское государство ирака и леванта и так далее да то есть на самом деле максимальная территория была в пятнадцатом году но определенные очаги так сказать сохранялись до семнадцатого и несмотря даже на разгром ИГИЛ который оказался кстати чрезвычайно как раз сильным и действенным в ходе войны именно против Ирака даже пожалуй иракскую армию ИГИЛу удалось гораздо в большей степени поломать нежели сирийскую причина тут не в том да что там наш сирийцам помогает Россия а этим Америка дело в том просто что вообще армии которые формируются после в рамках проамериканских режимов ну в разной степени проамериканскости взять хоть и грузинскую армию и иракскую армию вот уже образца после свержения Саддама и ряд других оказывается что американские методы ведения войны американские все вот эти вещи они на самом деле работают когда речь идет о высокотехнологической и очень хорошо спонсируемой армии такой как является армия США ну и армии ближайших союзников США но в обстановке как раз вот такой ну и армия Афганистана конечно сюда же естественно вот которую не так давно фактически разоружили полностью после ухода американцев она вообще продержаться особо не смогла так вот проблема в том что вот это вот высокотехнологичная война с обновлением приложений с цифровизацией и так далее она не очень хорошо работает в условиях вот этих вот не самых развитых пусть и не самых конечно же отсталых государств мира ну в общем примеров куча отрицательных а положительных как-то не особо подвезли поэтому и армия исламского государства достаточно сильно вклинилась как раз в наиболее ну в достаточно населенные скажем так районы Ирака получилось здесь достаточно хорошую поддержку тех регионов которые заселялись мусульманами суннитами вот курды понятно несмотря на то что регион это в основном тоже мусульманский но игиловцев не приняли и как раз на волне усиления после боев с игил курды активно проявляли себя и говорили о вот как раз и референдум прошел и многие другие мероприятия и кстати франция которую тогда уже возглавлял небезызвестный нам Макрон он в общем так достаточно хорошо относился к курдам и так сказать определенную поддержку по крайней мере готов было оказывать ну по персоналиям да вот один из деятелей это Барзани Ничарван Барзани вот внук Мустафы Барзани одному из так сказать таких вот исторических деятелей курдских вот в итоге он как раз сейчас является президентом курдского автономного района предшественником его был Масуд Барзани вот то есть в общем достаточно распространенная фамилия среди курдов поэтому в общем он как раз сейчас является одним из лидеров курдов но времени у нас не так много поэтому подробно о его биографии к сожалению рассказать не получится и о его предшественниках значит что касается других стран про Ирак я вам немножко сказал ну значит суть вот какая в Иране у курдов положение пожалуй наиболее выигрышное поясню почему с одной стороны конечно иранское правительство так в общем с некоторой опаской смотрит на курдов и нельзя сказать что она прямо от них в восторге так сказать мечтает создать иранский курдистан ни в коем случае но тут есть два момента момент первый иранцы и курды и те и другие относятся к иранским народам поэтому в принципе по языку и по народной культуре скажем так их разница не столь велика а и и поэтому в общем многие деятели вот допустим тот же самый Ничерван Барзани он закончил как вы можете видеть Тегеранский университет несмотря на то что является сунитом и при этом он когда там произошли нехорошие события всякие в его жизни после поражения сентябрьского восстания в общем довольно важного и крупного конфликта с участием курдов когда курды пытались в шестидесятые семидесятые годы отделиться от Ирака а вот как раз весьма молодой на тот момент предки Барзани да ну и он маленький родители они вынуждены были покинуть Ирак и перебраться в Иран всегда ну в общем отношения курдско-иранские нельзя назвать их супер такими обнимашками но в общем они несколько менее обостренные чем с Ираком у Ирака с курдами по крайней мере каких-то аналогов сентябрьского восстания вот этих вот прям полномасштабных войн все-таки Иран не знал по отношению к курдам хотя повторюсь некоторые сложности бывают Сирия ну Сирии тут немножко попроще как вы видите в Сирии скажем так курдских анклавов не так много они есть но они по площади занимают гораздо меньшую часть чем например в Ираке в Иране и тем более Турции про Турцию мы сейчас тоже поговорим поэтому в Сирии в принципе несмотря на то что в общем товарищи из Пишмерги той же самой там тоже действовали фактически имели довольно солидную территорию контролируемую тем не менее все-таки надо отметить что отношение с Сирией с курдами всегда было несколько попроще но тут очевидно играет свою роль еще и то что в Сирии у власти уже достаточно много лет находится клан Асадов а дело в том что клан Асадов начиная с отца которого звали Хафиз или Хафиз тут Хафиз пусть будет Хафиз Асад и его сын Башар Асадов а Хафиз был президентом начиная с 71 года то есть последние 50 лет правят дело в том что это представители ну они не то чтобы шибко там какие-то религиозные но они тем не менее представители как считается клана Алавитов Алавиты это такая очень своеобразная мусульманская религиозная группа которая ну некоторые считают что даже восприняла кое-что от христианства но на самом деле ее религиозный так сказать облик он достаточно сложен там очевидно сыграла свою роль ишиизм собственно Алавиты есть мнение что происходит они от Али Али которые собственно или Али Илахи которые по крайней мере весьма превозносят Али Али это двоюродный брат Мухаммеда собственно от которого происходит и от сторонников которого происходит и шииты поэтому Алавитов нередко считают шиитами но у них на самом деле очень много даже может быть каких-то пост гностических и прочих элементов верования довольно сложная и не очень хорошо изученная в том смысле потому что достаточно закрытые общины ну вот считается что выходом выходцами простите именно из Алавитов являются в том числе клан Асадов поэтому он в общем был довольно веротерпимым по отношению ко всем в общем курды в меньшей степени подвергались какой-то дискриминации в Сирии ну и их в принципе было ведь не так много чтобы они там что-то особо требовали сложнее всего ситуация обстоит в Турции во-первых в Турции курдов много как мы видим в Турции курдов там ну даже по самым минималистичным оценкам пусть будет более десяти миллионов значит курды в Турции их много при этом если мы посмотрим население в Турции в целом то население Турции составляет примерно восемьдесят с небольшим миллионов да по переписи двухтысячного года около семидесяти но будем считать восемьдесят три тут указано у нас да так вот из них получается ну как минимум пятая часть это курды проблема Турции в том что там достаточно своеобразная политика национальная и в принципе восприятие себя не туркам это не очень круто как ни странно в эпоху когда курды были в составе когда Турция была Османской империей ну или скажем так правильнее сказать когда Турция была центром Османской империи ну кто забыл значит Османская империя это достаточно крупное государство которая в том числе возникла на руинах Восточной Римской империи Византии ее поглотила ну и вот значит Турция ну и существовала примерно по-разному считают ну пусть да вот в такие вот хронологические в таких хронологических рамках государство большое которое собственно контролировало в пору своего рассвета и территорию нынешней южной Украины и ее вассалами была территория нынешней Румынии части Венгрии и Молдавии ну и значительные территории в Европе когда это известно в семнадцатом веке во второй половине турки штурмовали Вену вот ну и значительная часть Северной Африки и не только северной да и здесь регионы и Аравийский полуостров короче говоря огромная территория и Кавказ естественно огромная территория контролировалась этой самой империей в нем было понятие как бы османцы насколько я помню оно звучало примерно как османлы то есть вот османцами было быть скажем так нормально и для курда и для серба ну особенно для серба там в силу религиозной не знаю для боснийца точно нормально и для какого-нибудь тюрка и для араба и для курда и даже для представителей вот этого метисованного населения там негроидно-европеоидного здесь уже вот на юге нынешнего Египта сюда дальше то есть все эти люди которые жили в Османской империи но это знаете что-то типа термина советский человек да то есть все были советскими но при этом существовали узбеки украинцы белорусы молдаване и так далее что-то примерно можно здесь такое тоже увидеть так вот вот эти все длинные довольно разборки в ходе в ходе которых развалилась Османская империя образовали как мы знаем Турцию в границах ну вот вот примерно таких часть курдов осталась в Турции несмотря на то что вообще изначально Турцию должны были сильно обкорнать ибо существовал такой сервский мир точнее северский мирный договор по которому в общем Турция должна была быть расчленена расчленена и фактически допустим территория вот это вот где как раз курды и живут она вполне должна была получить статус курдского курдской зоны либо какой-то в общем территории с территории которые в общем Турцию должны были сильно обкорнать вот по этому самому договору что касается как вы видите смирно должна была грекам перейти фраки ну и так далее но благодаря деятельности благодаря деятельности мустафы кемаля ата тюрка да так называемая кемалистская революция произошла вот в девятнадцатом двадцать третьем годах в ходе которой фактически удалось ну и в курды кстати в ней участвовали удалось в общем туркам более или менее установить свое владычество по крайней мере на территории вот нынешней Турции вот еще одна карта северского мирного договора уже с указанием зон влияния вот и вот эти зоны влияния они понятное дело оставляли за центральным правительством весьма ограниченную территорию вот значит что касается правда часть территории действительно Турция потеряла вот даже несмотря на то что над греками которые одно время прорвались почти до Анкары победа турками была не без труда но одержана в итоге значит курдские территории вот эти остались в составе Турции отношения были непростые потому что курды они во-первых слишком сильно отличаются от турок уже по крайней мере по языкам своим вот но при этом имейте в виду что не все так просто объединиться курдам не так просто уже хотя бы потому что все мы наверное знаем о таких не очень приятных мягко говоря событиях как геноцид армян да но армянами на самом деле дело не ограничивалось помимо знаменитых событий печально конечно знаменитых событий в районе 915 года когда была собственно говоря проведена массовая расправа над армянами хотя она была далеко не первой на самом деле происходили и расправы над другими народами допустим и сирийцами давно я вам обещал вначале сказать немножко про них вот дело в том что в конце своего существования ассирийцев достаточно сильно истребляли ассирийцы это в общем ну вот вы можете здесь видеть активно их зону расселения был все-таки достаточно велика вот и те регионы те города которые больше всего пострадали от этих самых погромов дело в том что ассирийцы их немало было и значительная их часть принадлежала к различным группам есть соответственно у нас ассирийцы приверженцы но того что называется нестарианством на самом деле тут от неистория у них осталось ну неистория это один из константинопольских архиепископов патриархов который в общем выдвинул довольно своеобразную систему христологическую он говорил о том что в иисусе христе раздельно фактически существуют две природы божественная и человеческая напомню что католики православные ныне считают что она у него и они были как бы две но они не слияно и не раздельно неистория их так достаточно серьезно разделил и сделал вывод о том что на самом деле не старая что богородицу да деву марию не следует считать богородицей следует считать христородицей то есть она породила лишь человеческую часть христа вот но неисторий подвергся критике он сам был снят с поста но не ряд его последователей ушли в азию кстати дошли до китая и кстати к вашему сведению некоторое количество монгольских ханов особенно ранних было приверженцами нестарианство или по крайней мере люди из их окружения но постепенно нестарианство стало скорее религией вот этих ассирийцев и значительная часть ассирийцев в общем поддерживала придерживалась этих верований но часть ассирийцев часть вот этих нестариан перешла к под так сказать ну под опеку если угодно да католиков и таким образом образовалась халдейская католическая церковь такая вот на стыке нестарианство и католицизма ну как есть эти самые греко-католики да то есть православные церкви которые заключили унию с римом что-то подобное мы и здесь имеем то есть были православные сирийцы и вот так или иначе происходит геноцид ассирийцев конечно он известен немножко поменьше чем он известен несколько поменьше чем геноцид армян но тем не менее здесь были ссылки массовые здесь здесь в общем были убийства как вы видите многие территории уже собственно вполне признают расправу над ассирийцами вот то есть в общем ассирийцам тоже досталось про них тоже сказать были расправы над курдами но с курдами тут был такой тонкий момент в основном расправам подверглись именно курды и езиды то есть курды не мусульмане и даже более того были случаи когда курдов мусульман в качестве таких иррегулярных подразделений запускали как погромщиков против тех же армян и других то есть а там была достаточно сложная ситуация это кстати одна из причин почему езиды далеко не все езиды себя воспринимают как курдов отношения между мусульман мусульманами курдами и курдами так сказать христианами или там вы простите курдами езидами да и ассирийцами христианами ассирийцами армянами среди курдов христиане наверное есть но их очевидно весьма немного вот тем не менее в общем все это довольно сложно плюс к этому к езидам было странное отношение дело в том что я вам еще в свое время сбрасывал отрывок там из пушкина который описывает езидизм вот и который так сказать воспроизводит представление того времени что езиды это дьяволопоклонники что они поклоняются дьяволу как бы и вот в этом их суть их религии на самом деле езидизм действительно весьма сложная религия она такая очень комплексная и она очевидно на себе в себе несет очень немалую очень немалую идею идеи гностицизма да гностицизм это в общем комплекс целый верование который был распространен там в первые века нашей эры соседствовал с тем же христианством местами перемешивался с ним суть в общем в том что в общем суть гностицизма в том в том числе что классического в том что есть так сказать что мир создан так или иначе в результате некой ошибки что в мире правит некая так сказать не божественная сила она даже может быть если не дьявольская она может быть совершенно не обязательно она такая уж прям дьявольская но она не божественная то есть по различным гностическим представлениям но повторюсь я не говорю что езидизм это гностицизм но определенные элементы очевидно здесь присутствуют и так главным божеством является малактаус малактаус дословно ангел павлин который в общем в виде павлина обычно и отображается вот тут картинки нет но там обычно такой очень красиво оформленный павлин как и мусульмане в общем многие езиды приносят по пять раз в день молитвы то есть в общем это вполне с намазом можно отождествить в представлении этих самых езидов есть ангелы многие из которых полностью или частично соотносятся с христианско мусульманск и иудейскими ну вы наверное знаете что христианство и иудаизм и ислам несмотря на не очень очень непростые отношения исторические они в общем то имеют некоторые точки соприкосновения в виде признания допустим там ряда пророков из ветхого завета и так далее так вот малактавуса в общем и мусульмане и христиане отчасти в общем их соотносит этого малактавуса с дьяволом ну на самом деле тут есть разные моменты во первых есть действительно такие немножко ну как будто подтверждающие это моменты например то что действительно малактавус он в некотором в некоторой степени был богом хотя и создан но от него отступил вот в итоге и или например он там отказывается поклониться адаму да как первого человеку как видим тут тоже есть немало перекличек с авраамистическими религиями то есть исламом христианством и иудаизм вот ну то есть по некоторым вот этим моментам можно привести можно так сказать показать можно можно увидеть какие-то сходства с дьяволом авраамистических религий но в итоге к тому же видите езидизм все-таки в отчасти и во многом изучается изучался по по народным всяким преданиям единый как у какие-то религиозные тексты прошедшие бы настолько четкую стандартизацию как это было в христианстве с этим езидизм и посложнее поэтому и подходы разные вот ну так или иначе значит значит езиды например олицетворяли этого самого нашего замечательного малактавуса с тем же самым архангелом гавриилом да то есть на или джабраилом в мусульманской традиции в арабском произношении поэтому в общем тут все сложно есть представление что малактаус это в общем некое воплощение бога поэтому повторюсь это очень сложная религия она на стыке гностицизма на стыке христианства ислама с некими очевидно традиционными верованиями вот но воспринималась она не просто в силу в том числе непонимания и христианами и мусульманами и езиды также подверглись весьма серьезным расправам в которых увы езиды это очень хорошо помнят участвовали и курды мусульмане да то есть в общем ситуация сложная еще раз повторюсь поэтому многие современные езиды не считают себя курдами это не должно вас удивлять двигаемся дальше значит с езидами немножко разобрались теперь давайте скажу вам вот что в нашем разговоре мы немножко упустили такой момент как национальное самосознание курдов дело в том что курды себя отождествляют и себя так сказать ну любой народ да особенно такой вот находящийся в некой не очень хорошей позиции разделенной между государствами он фактически пытается естественно компенсировать это некой древней истории ну по поводу древней истории вы не должны удивляться с ней связаны не только азиатские но и многие европейские народы допустим есть такой европейский народ поляки вы прекрасно знаете вот среди поляков была долгое время популярная идея сарматизма сарматизм это собственно говоря такая идеология согласно которой польская шляхта происходит из от сарматов от сарматов делались доспехи в сарматском стиле но опять же в том виде в каком это представляли себе в польше и идеология это популярно было в шестнадцатом семнадцатом ну чуть меньше в восемнадцатом девятнадцатом веках собственно суть была в том что шляхта собственно говоря происходит не от того же семени от которого происходит простонародье будь то славяне или потомки литовцев то есть прибалтийских народов вот вот собственно вот эти вот жупаны кантуши и прочие элементы одежды вот я думаю вам видно они в общем такие очень большие пояса широкие кушаки наматывавшиеся тела по-разному сабли специфические чубы и так далее это кстати говоря отчасти прошло потом в продвинулась в казачью верхушку и в общем та часть казачьи верхушки типа рода хмельницких которая была достаточно высокопоставленной тоже отчасти это все дело восприняла допустим сын богдана хмельницкого юрий в некотором смысле тоже под это попал другой стороной было допустим то что другим проявлением такой вот странный на наш взгляд генеалогии своей национальной в европе да чтобы вам не казалось что курды это нечто нечто совершенно исключительное так вот это конечно этот самый как он называется господи украинские казачьи ну так вот вот этот регион украины дело в том что некоторая часть казачества отождествляла себя с хазарами ну используя некое отдаленное созвучие слова хазары и казаки вот даже допустим в таком документе как так называемая конституция филиппа орлика которая была ну которая считалась считается в украине первой конституцией хотя на самом деле сказать что это конституция было бы достаточно сложно филипп сам пилипп или филипп ну по украински филипп орлик он собственно говоря был одним из приближенных мазепы то есть того самого на который изменил присяги петру первому вот так вот в общем находясь фактически в изгнании орлик и его сторонники составили вот этот договор и постановление прав и вольности войсковых и в котором собственно права орлика достаточно сильно урезались так вот там если мне память не изменяет есть срок строки о том что как раз казаки их в общем происходит от хазар и каганы хазарские там упоминаются самое странное что понимаете подобные национальные всякие воззрения о своем происхождении они конечно весьма интересные симптоматичны но иногда бывают курьезные вот курьез с вот этой вот так называемой конституции пили по орлика в том что там всячески порицается и так сказать говорится о том что необходимо запретить цитата практически полная зловредная зловерия иудейская зловерия иудейская ну то есть иудаизм то есть в общем это такая не очень толерантная мягко говоря была условно очень говоря конституция то есть вот этот вот документ был очень такой антисемитский при том что хазары исторически мало того что были тюркоязычные они еще исповедовали ну верхушка исповедовала иудаизм то есть люди которые претендовали на происхождение от хазар яро выступали против той религии которую верхушка хазар исповедовал ну вот часто так бывает вот с курдами ситуация она менее курьезная дело в том что в действительно в древних ну реально древних там эпохи великих цивилизаций Междуречь и Вавилонии и так далее там упоминаются такие народы как ну примерно так звучащие названия которые курды естественно отождествили с собой любимыми хотя проблема тут главное в том что на долгое время вот эти города они пропадают из источников и фактически появляются уже только в эпоху становления арабских халифатов таким ну безусловно вели ну причем потом появляются различные термины которые тоже созвучно со словом курд но в некоторых источниках арабских они очевидно означали таких значит дерзких молодцов и арабского в том числе происхождения но есть у нас один деятель я думаю вам вероятно известный который оказался который очевидно таки да был курдом вот это собственно султан саладин вот один из противников этих самых кого один из противников крестоносцев ричард львиное сердце и основатель династии аюбидов аюбиды это в общем мощная династия существовавшая на секундочку с 12 по 16 век вот контролирующие очень немалую территорию вот так что в общем это их территория конечно менялась заметно но она это максимальный рассвет но сама династия была достаточно долгоиграющей так вот аюбиды в общем обязаны своим происхождением вполне себе курду саладину который был действительно человеком незаурядным конечно но проблема в том что все таки 13 век это конечно 12 простите век это конечно круто но все таки хотелось бы подревнее некоторым деятелям поэтому тут есть некоторые споры часть ученых поддерживает в общем курдские притязания на вот это вот происхождение вот очень древних что называется корней некоторые исследователи считают что вот от саладина примерно и надо танцевать ну или от более от эпохи арабских завоеваний то есть от раннего средневековья дело темное но без исключения практически любое национальное строительство оно не обходится без создания какого-то какой-то легенды которая должна скреплять которая должна утверждать в общем те или иные в той или иной степени право народа на обладание своей территорией значит последние пять минут мы с вами давайте зафиксируем наиболее известные организации которые являются в общем центровыми для этого самого для курдов это конечно с одной стороны демократическая партия Курдистана в Ираке вот существующая с сорок шестого года которая в общем достаточно основана основана на таких ну что ли позициях религиозных и консервативных дело в том что мы должны с вами понимать что часть курдов вот пошла по этой линии часть курдов пошла по такой более социалистической демократическая партия курдистана другой центр силы что называется в курдском сопротивлении опять же в Ираке это социалистическое объединение патриотический союз курдистана ПСК собственно она она образовалась из нескольких левых вполне организаций из марксистско-ленинской лиги как вы видите курдистана социалистического движения курдистана и других образовалась она попозже в семьдесят пятом но тем не менее в общем играет определенную роль вот в то во время так сказать особенно на южной части вот этой вот курдистана в то время как демократическая партия она более популярна на севере а вот значит еще но я вам говорил что в Ираке и в Сирии в общем курдская из-за того что очевидно не столь активно велась борьба правительства против курдов у них и организация в общем была не слишком плотной такой но конечно самой известной в рамках борьбы против этих самых турок против турецкого владычества да и против нахождения курдов в составе турции как вы видите выступает и выступала рабочая партия курдистана как вы видите здесь тоже в общем прослеживается явно такая социалистическая и символика и риторика правда это такой социализм конечно не совсем арксистско-ленинского толка он такой с заметным национальным флером но он существует и считаться с этой партией надо основана она в 70-е в конце 70-х годов вот перешла она достаточно прошла она немало периодов как вы видите целый ряд перемирий объявлялся между курдисты вот этой работе партии и турецким руководством в свое время очевидно имела она определенную поддержку и соц стран хотя с курдами в общем заигрывают за и заигрывают и заигрывали многие дело в том что в общем турция как ирак в свое время они имели немало противников а никак больнее эти государства не уколоть было в том числе ну как через курдов потому что в той же турции в общем этнических меньшинств после различных этнических чисток начала 20 века их практически не осталось греков выселили армян ну армения ушла и многих армян перебили вот а курды остались курды остались и в общем народные силы самообороны так называемые они фактически существуют масштабы борьбы курдов против центрального правительства Турции можно оценивать по-разному они идут по-разному и в общем с разными правительствами несколько разная степень ожесточенности опять же была потому что ну например понятно что позиция неоосманистская такая позиция господина Эрдогана она курдам нравится гораздо меньше чем позиции там некоторых его предшественников которые в общем были ну несколько более умерены в своих воззрениях и в отношении кстати там и к той же Османской империи и к универсализму турок и так далее хотя повторюсь именно в рамках Османской империи в силу того что она была такая достаточно космополитичная в том смысле что в общем там при условии соблюдения в том числе ну обычно религиозных религиозного единства при условии принятия ислама в общем добивались больших успехов и выходцы из Албании и из Греции и из курдов и так далее но здесь в общем у Эрдогана это еще и с турецким национализмом в общем связано в той или иной степени вот поэтому в общем борьба продолжается и к чему она приведет мы как это будем поглядеть потому что естественно что курдская проблема сама себя не решит а учитывая всякую турбулентность в регионе востока которая продолжается фактически ну в общем мы можем увидеть что когда-нибудь действительно Курдистан на карте может появиться а может и не появится вот то есть мы видим что действительно иной раз сейчас происходят довольно странные события в мире в том числе на востоке в общем развитие этой проблемы мы увидим понятное дело что я здесь вам рассказал только малую часть ну надеюсь что какие-то основные смысловые поля я вам задал вот 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 вот